Блин, грязи просто пипец сколько! Это круто! Грязь мы любим! Ай, красавчик! А так прям прет он, конечно. Мама, не горюй! Серьезно, мы пробили пять колес. Писки проломили камнями. Как тоже старая квартира. Ну, правда, он недалеко уехал, но все равно понты были именно такие. Ни хрена себе, это камень там был, блин. Энканер не стоит. Вау, это все, это Кердек, мне кажется. Пошел! Давай, Сережа, давай! Он вообще так медленно, хорошо едет. Блин. Ну что, привет, Ютуб, привет, сережа, подписчики. Начнем. Сегодня мы из необычного места. Сегодня уехали катать вообще бог знает куда. И чтобы вам было понятно, посмотрите, сколько народа собралось. Сколько народа собралось. Здорово, Серегин, здорово. Здорово. Ванюш. Доброго утра, Андрей Сергеевич, я рад тебя видеть. Да, Вань, привет. Доброе утро. Папа просил передать. Ты сегодня на чем? Я на своем, на желтеньком. На БРП. Папа просил передать, чтобы ты помнил, что техника твоя очень дорогая. И в ремонте тоже. Да, и в ремонте она очень дорогая. Он про ремонт, в принципе, говорил. Поэтому, чтобы ты никуда не лазил, это тебе не CFMoto. Я постараюсь. Да, так что... Пойдем. Парни, а можно с вами? Я проеду, нет? Конечно же, конечно же. А ты чего пропускаешь, что я не понимаю. Я не успел, как-то. Это плохо. Все протащим. Юрец. Юрец. Привет, привет, привет. А все интересуются, как там вообще Segway, как вообще ремонт техники. И надо бы... Да, ребят, короче, запчастей, ребят, нету, ждать месяц или... Ну, согласовывают быстро все, в принципе, не отказывают. Но в наличии запчастей нет. А я хочу сказать, что на CFMoto все запчасти вообще, пожалуйста, в наличии. Все есть. Так что... Антох, запчасти на CFMoto есть? Все в наличии. Все в наличии, да? А вот, а тут некоторые жалуются, нету. Правильно. Готаться надо на какой технике? На правильной. На правильной. Техника называется CFMoto. Вот. Снимать на самом деле прикольно, да, народу будет много. Но при этом, при всем, очень трудно ехать. Вот такой толпой ехать практически вообще невозможно. Это просто какой-то пипец будет сейчас. Да, Серег? Ехать такой толпой, это на самом деле как бы геморройно. Тем более в такую погоду. Да, потому что сейчас будет слякоть, будет... Да, если кто-то, не дай бог, с кем-то случится, вся вот эта толпа, придется ждать, стоять и так далее, и так далее. Самое лучшее, это когда, вернее всего, работает твоя пословица. Встретились, а дальше... Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Вот это активально в ряде для такой покатушки. Как тебе, кстати, финтрейл? Идем, для него три года. И все ездит нормально, не протекает ничего? Ну, нет, все нормально, он, в общем-то, целый. Причем, ты сам понимаешь, это жесткая эксплуатация. Вот тебе презентик от компании, от компании от Иви Армор. Ты туда покажешь. Пускай будет... Ну-ка. Вау, юрец! Мой размерчик. Вообще, блин, слушай. Компания, спасибо большое. Это просто... А почему надо было на жопе как раз так вот, а ты варморный? Блин. Селс-центр мне ничего не подарил вообще, только запчасти ждал. Да, а ты вармор сразу тебе... Ездишь люфтами, блин. Почему у тебя до сих пор нет квадроцикла? Квадроцикла, потому что у меня жена хочет... А пойдем спросим у него. Давай, давай. Ир, привет. Я Андрей. А почему ты его не хочешь посадить на квадроцикл? То есть, сникохот же есть, а почему ты не хочешь на квадроцикл его посадить? Почему я не хочу? Пускай садится. Ну, он... Все, все, Андрей, заканчивай. На этом, на этом наше видео заканчивай. Не, он просто говорит, что кухня, говорит, что кухня для тебя важнее. Я говорю, пускай садится, но я не знаю, где он возьмет этот квадроцикл, потому что кухня для меня важнее. Ну, это для тебя. А может быть, можно найти какую-то золотую середину? Да. Купи мне кухню, пускай садится. А, ну, то есть все очень быстро можно сделать. Все, я знаю, где тебе купить кухню. Миха, Миха, я сейчас к тебе отправлю одного человека, ему надо купить кухню. Кухни вот такие, кстати. Вот здесь вот ссылочку размещу. Мих, ты просто вот сделаешь кухни, я знаю ребятам. Это будет прям бомба. Мы снимем опять видос и покажем. Так что, если кому нужна мебель офигенная, это все к Мике. Серег, давай. Ну, во-первых, хочу поздравить с третьим сезона. Сказать спасибо ребятам из Сербко. Команда Зобра, что приехала к нам. Вот, проделала такой большой путь. Для того, чтобы вместе с нами прокатиться. Вот, поздравить всех с открытием сезона. Надеюсь, что у нас также прокатушки будут массово, коллективно, дружно. Ну, и самое главное, хотел сказать. Вот сейчас мы все собрались, все вместе, дружно. Вот, поздоровались. И дальше, вот с этого момента, как мы тронемся, уже каждый за себя. Все правильно. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Да, так что, чтобы все помнили, если вдруг вы посмотрели назад, никого нету, Конечно же, херачьте дальше. Не надо останавливаться. И потом не говорите, что вас об этом не предупреждали. Серег, хотел узнать, какой у нас сегодня маршрут, почему мы будем, как у нас. Ну, маршрут проложили максимально, конечно, с условиями весны, конечно. Потому что, ну, обстановка пока в полях, в лесах, конечно, сложная. Это реально. Максимально, конечно, по лайту, но будут, естественно, и сложные места. Без этого никак. Ну, чего? На чем ты сегодня? Самым лучшим квадрики. Вот так вот. Вот так сказал он. Квадрик вообще бомба. Ну, вот, да. Мне нужны впечатления. Вот, давай тогда, что ты жил. Я до этого на 800-ке ездил. Мне тогда сказал, что, типа, серый выйдет. Не серый, а новый выйдет. Разница, это два разных вообще аппарата. Если тот такой диванного типа, мягкий такой, вальяжный, то этот прям как надувной мячик едет. Не знаю, как погрязи, хреначит, но по трассе... Ну, мы сегодня как раз для этого собираемся, да, для того, чтобы мы могли друг друга вытаскивать. Гидроусилитель прям вообще. Пальчиком одним. А курок газа. Очень нежнейший прям. После 800-ки непередаваемые ощущения. А сеточку, я смотрю, вы никто не поставил. Нет, ты поставил, да, ты поставил. Вот сеточка, это прям офигенно. Ладно, что, мы стартуем. Продолжение следует... Ай, красавчик! Правильно, нагибай властвуй! Ты сейчас на чем? На элечке или на чем? Да. Ну все. Прям идет, прям офигенно. Длинненько, да, прям вообще круто прям идет. Здесь CFMoto спокойно проехал вообще. Вот, пожалуйста, еще вам один... Такой хороший пример. Ну, я опять же там ничего там не говорю, что там засираю, ничего что-то. Ну, пожалуйста, он же не едет. Вы видели, да? CFMoto спокойно вообще проехал, даже не напрягся. А стел почему-то буксует. Что я могу сказать, надо. Обширитель ставить обязательно, потому что... Блин, беги, конечно, ты... Я сейчас дождусь обширитель, дождусь опро и сразу заеду, тогда еще поставлю, потому что, конечно, за одной, как бы, детали не очень комфортно приезжать. А так прям прет он, конечно. Мама, не горюй! А, Юр, что случилось-то, Юр? Газа много дал. Как, как? Газа много дал. А, много газу дал? Ну, да. Сказать вам, как тоже старая гвардия. Знаете, мне на самом деле очень приятно себе кто-то снимать, потому что одному очень неудобно снимать. И здесь самое главное, наверное, мне, лично мне, понять, насколько он может крениться, что он может делать. Я вам все это буду рассказывать. Ну вот, у нас начались приключения. Ванюша, давай! Рус, давай, 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 давай! Поехали, поехали! Эти здесь надолго, здесь только на ЦФ-мотто можно проехать. Там Элечку включил. Вот и все, делов-то вообще. Ну вот она, постоянная, как бы сказать. Я бы на русском языке, конечно, сказал, что это ебать с сигвеем. Но на таком, на квадроциклетном, на ютубном языке приходится говорить, что вот такая командная игра с этим сигвеем, надо обязательно к сигвею еще иметь человек 5-6. Ванька обиделся, говорит, я, говорит, поехал. Ну, правда, он недалеко уехал, но все равно. Понты были именно такие. Я, говорит, поехал. Да-да, ага. Хоп, молодец. Юра, давай! Вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Ну, главное, сын Юркин там стоит, просто там отдыхает. ВОИ, 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 ВОИ. Ха-ха-ха-ха-ха. Продолжение следует... 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 о боже о боже не прошло и пяти часов о боже вы молодцы парни вот смотрите да серёге лет уже бог знает сколько там 62 по-моему толкает катает не говорит орио красавчик молодца серёг ну ты-то опытный парень ну ты-то зачем это делаешь давай давай серёжа давай а я думаю что цепочка здесь совершенно спокойно проедет на режиме working работа она здесь пройдет даже не затрудняет знаете почему потому что здесь пробили дорогу мы такие спокойно вот смотрите все включили вы видели как они все ехали у нас элечка горит режим работы горит вот видите working горит вот видите working и спокойненько поехали никуда не торопясь так вот едем спокойно общаемся с народом здравствуйте всем здравствуйте зачем это же cf moto ему не надо нажимать на газ он сам спокойно едет вообще все отлично нет хочу на воркинге на это сделать сейчас я включу блокировку а теперь я прилиплю красавчик да давай два три антоша красавчик только давайте на газах проходите здесь здесь цепрян заседает да чувствует вообще чувствуется работа вообще другая он прям на пониженной идет так прям вау прям мощненько что-то там опять случилось что не ехать видите без подгазовочка спокойненько идет без подгазовочка легко не копается вообще просто великолепно никуда ему не надо никуда он не торопится потому что он едет на рабочем режиме спокойненько а можешь чуть-чуть вперед а то у нас сейчас там еще не поместятся все короче я понимаю что они все поверили в себя и вообще все встряли просто вся вот эта толпа она просто вся встряла а вы видели да ты спокойно там проехала ковыряется молодочек вы что поверили в себя что я не пойму не говорите спокойно вот куда мы без лёхи лёха всегда помогает все делает вообще просто красавчик давай подгазовый 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 только давай переключи пожалуйста вперед чтобы у тебя скорость была вперед а не назад опачки кто это пришел кто это пришел это великий блогер юрец а ты правильно телефон подержишь вроде правильно а ну если ты перевернешь просто камера будет получше она просто фронтальная она плохая а это хорошая а тебя да тебя тебя не будет видно да но поверь мне твой голос ни с чем не перепутать ну вы знаете у меня наверно создаётся такое впечатление что вот один вопрос ни хера вам это вот это вот такая вот весенняя будем его так называть е**ть ничего мы так офигенно катались по асфальту зачем мы заехали вот в эту вот эту хрень чтобы заниматься вот здесь вот такими вот вещами кому вообще зачем это ну наверное в этом то есть кайф короче кто не катал этого никогда не поймет поэтому ребят сидите дома катайтесь а деньги всегда придут а вот молодость вы никогда не вернете и вот это вы поймете чуть-чуть попозже поэтому гоняйте получайте удовольствие катайтесь ребят это мега круто когда такой коллектив когда ты знаешь что тебя никто не бросит что тебя все помогут вытащат блин это очень круто присоединяйтесь ну ты чё прокатился на воркинге ну нет переключился ну и давай ощущение ну резкого газа нет не буксует и он прям вот так вот как он как трактор такой на малых оборотах прям прохерачивает да и все вот так вот прям там газа прям можно очень круто идет вообще прям вообще по-другому идет вот прям вот все все режимы которые здесь есть они все рабочие если это спортивный режим то это спортивный режим если это рабочий то он рабочий не закапывается да зачем ты сегодня взял прокататься у товарища стелс ну вот для чего и мы конечно знаем что твой сегодня стоит в коробочке уже новый cf moto я просто не понимаю зачем ты взял поверил в квадро движение хотел еще раз убедиться что все таки cf moto лучше чем стелс так и скажи скажи нам об этом ребят ажиотаж на технику тех мотор какой-то безумный и чтобы дождаться свою технику приходится вот ждать а кататься в душах хочет кататься согласен согласен хорошо что есть товарищи которые могут тебе предложить стелс и ты можешь спокойно взять у них и покататься так рус что мы сейчас делаем очень удобная штука когда вот видел мы не дотягиваемся да мы застряли на самом деле это очень удобная штука да 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 а вот так вот натягиваю вокруг толпа прям мотай всё супер вокруг 3 витка всё супер сейчас немножко сдёрнем и поедем обратно давайте антона вытащим на дорогу ну чё началось так все хорошо было вот и не надо никаких тросов каких-то мягких шаков пожалуйста раз и все вот и все диофта давай то же самое ну и сейчас то же самое сделает андрей сергеевич я думаю у меня это тоже должно получиться блин ну чем папа попробовали мы в этом режиме воркинге да давайте теперь work заходим обратно режим эксплуатации заходим в режим эксплуатации орг спорт норм ставим играть в норму но эти бензопила на это просто натуре бензопила которые и рачат для полей для такой грязи ну зачем же вы их покупаете ну наверное там по полям у кого есть вам можно погонять здесь конечно это печаль но при этом при всем да юра едет причем на штатной резине ну а мы будем дальше кайфовать на своих спокойненько поедем дальше смотрите финтрейл а финтрейл 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 тритон да но но скоро будет финтрейл а и пошли финтрейл короче все финтрейли за эти чеховские проходимцы ну-ка покажись покажись красавчик красавчик просто просто молодца у него вот задние колеса передок уже будет за километр ну да согласен вообще на такси она была нормально они сейчас застряли задерживаться растянулись она просто кучу балансы сделали войну чё как тебя покатушек в принципе классно после зимы собой это размять свои конечности согласен донорок собралась жорда как суть отлично молодец андог на чушьи сделали ты менял ну здесь самое главное чё здесь всегда надо держаться ближе к серёге а все почему потому что смотрите вот они стоят смотрят на все это да да серёг правильно смотрите а мы пока сани здесь поедим на свежем воздухе гречечка более тушеночкой это же просто вообще прям жопу расчешешь вот это как раз и называется жопу расчешешь вот чё круто выбираете вот это называется единство квадро братства посмотрите вот оно движение какое парни поняли что они на низкой на не на заниженные с нами не по пути так ну чего там андо что говно стелс говно именно поэтому именно поэтому в начале нашей поездки сказали самые актуальные слова каждый сам за себя от палатки отъехали в нашем случае от бензоколонки отъехали каждый сам за себя давай теперь так на 1 2 3 кажется вот от палатки отъехали и каждый вот это девиз чехских проходимцев поэтому ребят имейте ввиду с нами кататься конечно кайфово но когда у нас нормальная техника что берешь cf-motor все смотри едет все нормально до дороги доедешь короче ну вот видите ребят ну на самом деле чё ну парень расстроился как бы да там как бы кто что не говорил вам парня расстроился покатушка просто в жопу мы так все долго ждем эту неделю чтобы в субботу откататься и получается так то что ваш квадроцикл ломается и теперь непонятно сколько он будет ремонтироваться поэтому перед тем как зад вот задумайтесь просто перед тем как купить технику вы задумайтесь если на нее запчасти на любую технику вы можете купить любой любой ценовой категории но просто задумайтесь а если на эту технику запчасти вот вам пожалуйста пример мы едем дальше кататься а он поехал домой. Видел, он чуть не расплакался. Блин, грязи просто пипец сколько. Это круто! Грязь мы любим! Слушайте, ну на самом деле расширители очень нужны, потому что, вы видите, я себе буду 100% ставить расширители, конечно же, потому что много в этот пакет не запихнешь, кофр, конечно, нужен очень. А куда нам надо-то? Вон туда? Нам туда уже не надо, мне кажется. Мне кажется, нам туда не надо! Ну, Ваня там, конечно, исполняет, но нам сейчас все равно надо за ребятами-то ехать, потому что у него там порвался ремень опять у машинки. Антон Сергеевич, что у тебя случилось? Вот, и потом я случайно полез, и пыльники рулевой рейки на десять частей просто вот так, в труху. Как бы, ну, зимой это, понятно, там, открытым, литоличком. Пыльников нету у дилера в наличии, нету, месяц надо ждать. А я хочу кататься. Опускаем или что? Кого опускаем? Мы только что сигвей, мы только что опустили. Вот опять же, да, вот у нас тут на одной цепке ну, как бы, ну, подпалили ремень. И, конечно... Он не порвался, кстати. Да, не порвался, но подпалили. И, опять же, звонок. Ваня говорит, не надо никому звонить, я предусмотрел эту ситуацию, я в этого армор уже заранее взял ремней себе пачку. Вован, ты красавчик, ты молодец, ты мой, ты спас Антона Сергеевича. Володимир, спасибо. Вот, смотрите, это еще один плюс, почему надо гонять большой, огромной компании. Потому что все друг другу помогут, все прекрасно, замечательно продадут вам просто в три этот ремень. Не, ну, что тут сказать? Тут даже говорить, как бы, нечего. Прям вот, все, пожалуйста, на глазах. ЦФ и все вокруг. Пожалуйста, вот один ЦФ, вот второй ЦФ, вот третий ЦФ. Поларис вытаскивает. Да, Поларис, как бы, просто тоже застрял, поэтому здесь стоит тоже. Все очень просто, ребят. И вот Вован в дорогущем костюме делает вещи просто. Вова, красава! У Юрца у нас спустило колесо, как вы видите. Причем спустило очень хорошо. Сейчас будем понимать, что там произошло. Я думаю, что, скорее всего, камень попал в диск и, ну, как бы, резина из-за этого проторвала резину. Садил ко мне сын, было. Леха, знакомьтесь. Так что сейчас Леха нам расскажет, как ехать сзади. Лех, как тебе сзади на ЦФ? Очень кайфово. Ну, удобно ехать? Да, как-то срочно. И, кстати, первый человек, кто ездит вообще на этом квадроцикле, знает. Никто еще не... А, нет, был у Ваньки ездил. Он ездил недолго, я больше научился подольше. Так что сейчас узнаем твои впечатления. А я могу узнать, что случилось. А, вот оно что. Ну, давай. Покажи класс. Не-не-не, не поедем. Она цепанула здесь за что-то. Какой-то корень идет какой-то. Что имеем на сегодняшний день? Пять колес. Как пять колес? Откуда так? У Лава, у Юры, у Антона и еще у двоих кого-то. Серьезно, мы пробили пять колес? Диски проломили камнями. Вот по этому пулю? Да. Лех, понравилось тебе? Давай один в лакуастр. Разборим. Отъезд очень хороший, мягкий все. Никаким. Вот просто, как будто просто прямо едешь. Очень комфортно. Ну, круто. А вот сидеть удобно тебе? По размеру тебе хватает? Да, я думаю, даже тем, кто побольше будет хватать. То есть, ты как трон, да? Правильно такое получается? А вот как раз эти камни. Вот, видите? Такой камень попадает между резиной и диском. И все. Вот они, видите? Антох, у тебя что? У меня два. У тебя два? Ну, как вот вы могли так? На, подарок тебе. Не надо. Не надо, да? Думаешь? Так, Ванька-шиномонтажник сразу нашел дырку. Видно? Не знаю. О, там, посмотри. Уращение. О, она, хорошая. А приблизь мне, пожалуйста. Слушай, а если туда? Вот это дыра. Восемь жгутов поставить, вот это дыра. Можно черпик деревянный заобить, Юра. Нет. А у вас что случилось? Это у нас получается шестой диск. Шестой. Пипец. Шесть колес. В этом поле мы потеряли шесть колес. Правильно? Шесть. Мы с тобой сейчас пять насчитали? А это шестой. А это шестой. Блин, прикольно, когда у тебя в компании есть шиномонтажник. Это он вообще прям мега офигенный. Да? Ты тоже подрастешь? Тоже будешь шиномонтажником? Да? Нет? Нет, просто по ряду скачай. Боже, трещина. Как? Шиномонтажником. Шиномонтажником будешь? Все, договорились. Камеру поставь, да едешь. Ну, шиномонтажите, диск заварим. А где он? По прямой. Тебе говорят, по прямой ехай. Короче, Рома ему сказал, что можно ехать. Ром, ты сказал ему? Ром. Давай пока подошел еще поле. Ты ему так сказал. Ты ему сказал, да? Ты ему зачем так сказал? Ты ему зачем так сказал, что так можно ехать? Объясни мне, пожалуйста. Ему же все, кирдык. Ты понимаешь, он не доедет оттуда. Короче, у Юрца еще второе колесо. Все, отыске начали. Ну, конечно, я думаю, что все. Это на колесу бипец. Ну, жду ваших комментариев. Как вам там? Получится, не получится? Ну, вот колесо. Вот видите, вот так вот. Это, конечно же, все. Финиш. Ладно, мы заправили. Сейчас найдем мойку и, наверное, стартанем. Серег, я вспомнил, что мы с тобой хотели обсудить. Помнишь, мы с тобой, у нас было с тобой последнее завершающее наше видео. У меня, по крайней мере, оно было завершающее. По снегоходу. И у меня в этот момент как раз перегорел стартер. Мы там думали, что там могло случиться. Что, кстати, на самом деле случилось? Да, то есть, вот вы все знаете, у меня на канале это будет. Вы еще не знаете. У меня просто сгорел стартер. На самом деле, ничего такого страстного не произошло. Но момент, как бы, вот самый, наверное, главный. Что в воскресенье он у меня сгорел. Точнее, в субботу он у меня сгорел. В воскресенье мой водитель отправил снегоход в АТВ Армор. И в среду мой снегоход был уже готов. То есть, я прям специально приехал туда, специально для вас записал видео. Кто хочет, на моем канале это может посмотреть. Потому что у Сереги будет совершенно другое видео, как у нас все это дело произошло. И что я хочу сказать. Что как раз, когда есть запчасти на технику. А техникой занимается компания АВМ Трейд. То есть, которая поставляет сюда квадроцикл ЦФ Мотор. То тогда, конечно же, вопрос сразу же закрывается. Он закрывается вообще в 5 секунд. И ты понимаешь, катаясь зимой на любой технике. Ты можешь не бояться, что твоих запчастей не будет. Сколько ты потратил времени на свою технику, чтобы заменить табло? Ты имеешь в виду, что... Давай, я подержу. Какая ситуация с запчастями на другие снегоходы? Да, но другие снегоходы, да. Не АТВАРМ, плачевные. Плачевные, да. То есть, если говорить о покупке снегохода с точки зрения запчастей, обслуживания и ремонта, то, конечно, предпочтительнее выглядит АТВАРМ. Здесь не кривя душой, можно сказать, так же. Так что, ребят, вот давайте, мы узнаете, мы хотели просто подвести такой итог, что покупая технику, неважно, сколько она стоит, там, она может стоить там и гораздо дешевле и тому подобное, но просто задумайтесь, а где вы будете брать потом запчасти? Да, вот сколько раз мы уже сталкивались с этим? Да, я лучше куплю там подешевле. Вопросов нет, подешевле можно купить. Но помните, скупой платят дважды, и в сезон ваша вот эта покупка этого снегохода или там, я не знаю, там, квадроцикла может просто закончиться для вас плачевно. Так, ну чего я? Насколько я понимаю, у нас идет ремонт полным ходом. У Юрца теперь как бы настроение поднимается, потому что он доехал до шиномонтажа. Пойду посмотрю дырку. Лех, ты в следующий раз, когда уходишь, ты хотя бы предупреждай, что ты ушел. А то я бегаю, тебя ищу, где ты. Слушайте, ну вот эта дыра, как раз, которая вот у нас, вот такая вот дыра. Блин, и еще, да? Юра, где еще дыра? Ну это на переднем я уже тут, блин, он что-то там гремел, видать. А ты не увидишь тут. А, тут? Да. Вау, а тут просто вообще пробоины такие дыра. Это не одна дыра, ты посмотри, сколько их здесь. Ни хрена себе, это камень там был. Блин, а это, наверное, камеру не ставишь. Вау, это все, это кердык, мне кажется. Ничего, да. Неплохо ты прокатился, Юр. Ну сейчас. Ну смотрите, вот он, я снял решетку радиатора, вот решетка. Понятно, что она сейчас вся грязная, мы ее сейчас промоем. И вот он сам радиатор. Мы его сейчас тоже всплоснем. Парни, ну все. Я добрался до дома и хочу просто подвести итог сегодняшней катки. Что у нас сегодня получилось, какие у меня эмоции от нового квадроцикла. Ну, все на самом деле очень просто. Давайте начнем, наверное, от, мы оттолкнемся от квадроцикла. Какие плюсы и минусы. Значит, что я вывел для себя сегодня на сегодняшней покатухе. Едет он безумно мягко. Это, давайте, по плюсам. Да, едет он безумно мягко. Он, клиренс очень высокий. Если ты включаешь какие-то режимы работы, они прям четко на 150% все отрабатывают. То есть, если я включил, как вы видели на видео, режим работы, да, work, то, соответственно, он и ехал как на режиме работы. То есть, он прям, он не давал большие обороты. Он тихонечко, спокойненько прокручивал колеса. Это я бы сравнил, наверное, с другим квадроциклом, который у меня был. Под названием Palaz High Lifter. Помните, он тоже, он, это не как бензопила, а не как BRP. Он прокручивал прям, ехал именно спокойно. И вот так вот. Это то же самое сделал CF со своим вариатором. И это просто мега космос. Когда ты включаешь режиму work, она просто космически, мега космически отрабатывает. Именно на Элечку еще прям вообще, прям, я сегодня прям кайфанул. Дальше. Очень офигенное информативное табло. Я забыл вам показать, что там даже есть именно температура вариатора, что немаловажно. Знаете, когда ты едешь, подгазовываешь, и летом это будет видно очень хорошо. И ты видишь то, что вариатор перегружается. Да, ты совершенно спокойно можешь его остановить, чтобы он отдышался. Охладить ремень, и у тебя ремень будет ходить еще дольше. Дальше поехали. Это плюсы. Из минусов, наверное, я сегодня услышал из минусов, когда я переезжал боковинкой. То есть вот идет колея, да, а ты переезжаешь, и такое ощущение, что что-то стукало. Так, я, наверное, это сравню, знаете, с чем. Наверное, как будто бы у тебя крюк лебедки болтается, и он так бам-бам, бам-бам. Что это такое, я не знаю. Это надо будет уже более потом подробно смотреть, потому что лебедка у меня еще ни разу не разматывалась. Крюк стоит крепко. Поэтому я думаю, что это подвеска. Но, опять же, мы это подождем, пока я на 100% сказать не могу. По поводу руля, мне тоже что не понравилось. То есть для меня руль, он очень широкий. Я бы, если честно, вот я знаю, у нас есть Олег, он у нас поменял руль. И я хочу за его руль поддержаться, как бы схватиться, чтобы мне понять, насколько мне будет комфортно. Все остальные говорят, что им комфортно. Но, может быть, из-за того, что у меня очень маленький рычаг руки, может быть, мне неудобно. Вам, может быть, будет очень удобно и комфортно. Поэтому не обращайте внимания на это, то, что я сейчас говорю. Я говорю минусы, которые именно для меня. Дальше по минусам. Блин, а больше, наверное, ничего. Но минус, наверное, еще, что я пока не понимаю, насколько его можно валить, потому что подвеска такая мягкая. Вот вы помните, были такие, когда-то давным-давно, такие Ямахи грызли. Вон, прикалываюсь, да. И когда они появились на рынке, она не прокатилась, я понял, насколько она офигенно мягкая. Я прям рулил ей вот так вот, и она прям мягко шла. Я сегодня такое же удовольствие получил, вот несясь по полю. И я понимал, что это просто мега бомбическая подвеска, что она мягкая, что она комфортная, что она мега офигенно себя отрабатывает. Я боялся сегодня, вы видели, там я заезжал в воду, когда пытался его, как бы не понимал, насколько можно его валить, для того, чтобы можно было выскочить. Но потом, когда ты начинаешь уже понимать квадроцикл, ты начинаешь к нему прикатываться, ты начинаешь его как бы уже больше чувствовать, и он тебя также начинает чувствовать. Тогда, конечно же, уже вот эта вот сплоченность, пока мы прикатываемся, вот эта сплоченность уже будет прям мега космическая. Я, когда ехал сегодня обратно по трассе, я прям понимаю, что я прям срастаюсь с этим квадриком. Я могу его, наверное, сравнить с топовыми моделями квадроциклов. Так как перекатал я на многих, я вам серьезно говорю, это топчик. Резину на нем менять вообще не надо, потому что эта резина для нашей местности, она просто фантастическая. Она мягкая, удобная, она офигенно гребет. И самое главное, что по трассе она едет вообще просто супер офигенно. Поэтому, ребят, минусы, конечно же, есть. Да, кто-то там говорил про сидение, еще раз я напомню по поводу этого сидения. Но я со своим вот там коротычными ножками, ну как бы, я сажусь совершенно спокойно. Второй пассажир у нас сегодня тоже ехал, он сказал, что ему там очень комфортно. Поэтому не обращайте внимания, да, там на то, что говорят люди, а просто приезжайте в салон, пробуйте технику сами. Катайтесь, получайте удовольствие. Ну, а мы будем дальше пилить для вас контент, потому что я думаю, что дальше будет еще лучше и еще интереснее. По поводу вынос-радиатора, вы тоже все видели. Его ставить, на мой взгляд, пока точно не буду. Он вообще не нужен, достаточно сеточки, она прекрасно справляется. Сегодня мы отстегнули, все помыли, проблем вообще никаких нет. Поэтому с выносом, конечно же, этот квадрик не будет так футуристично, так мега бомбически смотреться, на мой взгляд. Кому нравится, конечно, ставьте. Ну, а я еще раз вам говорю, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, дизлайки, пишите комментарии, общайтесь между собой. Я еще раз вам напоминаю, жизнь коротка. И помните об этом, просто не сидите дома на диванах. Большое спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok